Поджигай круг! Вместо ярких танцевальных костюмов, кроссовки, спортивные штаны и футболки. Именно так выглядят участники танцевального фестиваля Black Moves. Это фестиваль уличных видов танцев, так как сейчас это продвигается очень сильно, это модно среди молодежи. Танцы уже, конечно же, танцуют не на улице, а танцуют в помещениях. Уличные танцы или стрит-дэнс зародились в 70-е годы прошлого века в черных кварталах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Изначально молодые афроамериканцы своеобразными танцами выражали свое недовольство обществу. Сегодня уличная культура охватила буквально весь мир. Проект-данс считают пионером этого танцевального направления. Он привлекает молодежи спустя 50 лет. У моей мамы был знакомый, он танцевал в брейк-дансе, и она захотела, чтобы я тоже танцевала и отвела меня сюда. Захотелось, я сначала посмотрел, мне понравилось, и начал смотреть в интернете. И мне понравилось, и я начал танцевать. С появлением современных технологий танцоры со всего мира, или как их называют в брейк-дансе, бибойс, могут самостоятельно совершенствовать свое мастерство. Есть всякие бибой, которых можно увидеть в ютубе или в соцсетях, и можно им как бы подражать, и придумывать на их фоне какие-то свои фишки. А пробовать новые элементы можно не только на тренировке, но и на батле. Так называют танцевальные дуэли. Главное правило которых – полная импровизация под неизвестную музыку. Я считаю, ничего сложного нет, просто расслабиться и подать свое тело танцу. Это опыт, и ты можешь переключаться с одного стиля на другой, чтобы было намного интереснее смотреть. Организаторами фестиваля было подготовлено 8 номинаций, в числе которых баттлы и командные выступления в стилях хип-хоп и брейк-данс. Как оказалось, подготовить коллективный номер сложнее, чем импровизация. Ну, сложное самое, что надо… Чтобы самое главное не ошибиться и… Надо делать все вместе. Чтобы был синхрон. Мы уже танцуем долго, поэтому нам нормально все дается. Перед началом танцевального фестиваля профессиональные стрит-дансеры провели мастер-классы для всех желающих. Юные танцоры размялись и научились делать новые элементы, которыми, возможно, попробовали удивить строгое квалифицированное жюри. У нас в этот раз 6 судей, которые, получается, работают на разных площадках. И когда номинации командные или номинации, допустим, профессиональные, подключаются уже все судей, это обязует принять более правильное решение. Судьи определяли победителей в каждой номинации по олимпийской системе. Например, в танцевальных баттлах на сцену выходят двое участников. Каждому дается примерно по 40 секунд на выступление. Затем более слабый танцор, по мнению жюри, не проходит следующий этап уличной гонки. В результате определяется победитель. Таким образом, судьи распределили призовые места в каждой номинации. Субтитры создавал DimaTorzok